Знаете, я придерживаюсь такого принципа, у меня свой принцип есть по жизни такой, да, что не зная прошлого, невозможно осознать суть происходящего и предугадать истинные цели будущего. То есть история — это такая очень важная, фундаментальная вещь в жизни абсолютно каждого человека. И, как сказал Юлий, да, то есть решили совместить две, так сказать, ниши, да, и одна из них — деньги, вот я буду говорить именно про это. Мы все с вами пользуемся этими деньгами, но большинство людей как бы не понимают, не осознают историю, не осознают суть всего происходящего. Так вот, знаете, есть в истории такая личность, которую зовут Майер Ротшильд. И вот он как-то в свое время сказал, дайте мне управлять деньгами страны, и мне не будет никакого дела до того, кто будет писать законы в этой стране. Это факт. Это еще было задолго до даже 1904 года. И, соответственно, с этих людей началось развитие всей мировой денежной системы, которой мы с вами пользуемся на сегодняшний день. И вот чтобы понять, что такое призм, нужно понять вообще, что такое деньги, да, и почему именно призм нужен, почему именно сейчас. Так вот, все, наверное, пользовались когда-то долларом, пользуются, наверное, по сей день. Это первая резервная валюта мира. И, соответственно, как-то так получилось, что этим долларом пользуется весь мир. Но почему-то это валюта одной страны, да, и эта валюта находится в частных кругах. С чего все началось? Вот в жизни все циклично. И в 1904 году, когда началась русско-японская война, да, я люблю заходить издалека, была такая личность Джейкоб Генри Шиф. Это один из основателей ФРС. И вот во времена русско-японской войны он был основным спонсором Японии. И если бы не спонсировали бы Японию деньгами, не накачивали бы долларами, а объясню, как это происходило и почему, да, то, соответственно, исход этой войны был бы совсем иной. Но почему он это делал? Его слова, то есть когда началась русско-японская война, его слова дословно. Россия враг человечества. Япония должна победить. Очень знакомые слова, которые мы слышим даже сегодня. И это было в 1904 году. Он не являлся государственным каким-то деятелем. Он был банкиром. И, соответственно, он являлся спонсором этой русско-японской войны именно Японии. Благодаря чему все победили. И именно не победили, а точнее это была единственная война, которую Россия вроде бы не проиграла и не победила. То есть была ничья. Но, соответственно, Джейкоб Генри Шип – это тот человек, который положил начало основания той денежной системы, к которой мы с вами все привыкли. И неспроста до 1913 года в целом США занимали деньги у Европы. До 1913 года. То есть они занимали деньги у всего мира. Но началось все, когда была русско-японская война. Получается, Япония, она через выпуск облигаций, соответственно, начала занимать деньги у банкиров Соединенных Штатов. И именно Джейкоб Генри Шип еще Рузвельту говорил, президенту Рузвельту, что нам нужна денежная резиновая система, которую при необходимости мы сможем как расширять, так и сужать. По мере необходимости. И президент с этим, естественно, боролся, но все-таки произошло то, что произошло. В 1910 году начнется план формирования ФРС, перехода в частные руки. И в 1913 году, 23 декабря, Томас Вудро Вильсон, это президент Соединенных Штатов Америки, подписал закон о ФРС, Федеральной резервной системе. По факту это частные деньги. Но именно с 1913 года вся Европа и весь мир начали занимать деньги у США. То есть создали спрос. По факту деньги это то, что печатают люди. Просто определенная группа людей. И, соответственно, те, кто печатает эти деньги, они управляют всеми процессами. Но мы говорим не о мировом управлении и тому подобное. Мы говорим о функции вообще истории денег. И чтобы создать этот спрос, заметьте, 23 декабря был подписан закон ФРС, и Томас Вудро Вильсон пробыл на своем посту президента следующие 8 лет. Но как только он ушел с поста президента, он заявил, что США самая, так сказать, проигравшая нация сами себе. Это самое такое слабое государство, потому что оно находится в долгу перед определенной группой людей. Само государство занимает деньги у ФРС. А это частная лавочка. И, соответственно, когда началась Первая мировая война, вся Европа начала занимать у ФРС доллары. Пошел спрос. Это все развивалось очень красиво. То есть масштабные процессы были во всем мире. И, соответственно, доллар, он был же обеспечен золотом. Все было хорошо. Не буду говорить об идеологических составляющих. То есть Первая мировая война и Второй мировой. Это все процессы, связанные именно на деньгах, завязанные. И на развитие того же самого доллара. И так случилось, что по сей день ФРС, то есть продолжает печатать деньги. И это единственная организация, которая в мире, наверное, за 100 лет своего существования ни разу не поддавалась никакому аудиту. То есть группа людей, а это было порядка 6-7 человек, которые собрались когда-то на острове Джеклс в 1910 году. Договорились о создании ФРС, все это сделали, запустили. Они начали управлять деньгами не только у себя в государстве, но и во всем мире. И по факту это происходит по сегодняшний день. И вот криптовалюта, которая зародилась в 2008 году, многие, занимаясь криптовалютой, не понимают ее... Ну не то, что не понимают, да, то есть взгляды у каждого свои и отношения свои. То есть так же самое, как деньги. Деньги это может быть платежная какая-то единица, да, и также деньги могут быть каким-то инвестиционным инструментом, валюта того или иного государства. Криптовалюта начала разрабатываться, когда все эти процессы стали централизованными. У нас в 1971 году доллар отвязался от золота, то есть люди поняли, что эмиссия, все как бы, ну, она ни к чему не привязана. Добились того, о чем говорил покойный уже тогда Джейкоб Генри Шиф, еще в 1910 году, да, а отвязали в 1971, он в 1921 уже умер этот человек. Но его идея была реализована в 1971 году через президента Нильсона. Если меня памятник не изменяет. Ну, точно Нильсона. Никсон, Никсон, да, Никсон, прошу прощения, много личностей, как бы, да, надо запоминать всех. Вот, как раз-таки это произошла отвязка из 1986, все говорят, криптовалюта появилась там в 2008 году. Криптовалюта начала разрабатываться с 1986 года, точнее не криптовалюта, а сам блокчейн. И, соответственно, эти идеи все забрасывали, но заметьте такую тенденцию. Доллар – это американская валюта, которой пользуется весь мир. Внимание, биткоин – это первая криптовалюта в мире, на которой был применен блокчейн, открытый тип блокчейна. И, соответственно, реализовано это было на криптовалюте биткоин, это первая в мире криптовалюта, но зародилась она непосредственно в Соединенных Штатах Америки. То есть биткоин – это, по факту, американская валюта, криптовалюта. Она зародилась в 2008 году. На фоне чего в 2008 году, я тогда еще был мал, мне было 15 лет, я учился в кадетке, но в 2008 году произошел ипотечный кризис в Соединенных Штатах Америки. Самое интересное, то есть первый крупный банк, Лейман Банк, слышал кто-то в Соединенных Штатах Америки? Он подал на банкротство. Сумма его долга была 653 миллиарда долларов. Их просто списали. Вслед за ними подали на банкротство еще пять банков и две крупные ипотечные организации в Соединенных Штатах. То есть начался кризис в Соединенных Штатах, который перевалил на всю Европу, и в том числе он тогда затронул и Россию. И именно в этот момент появляется биткоин, который американцы принимают первые. То есть американский народ, в котором запустили биткоин, они его приняли первые. И именно они его начали развивать. Как что? Вот я часто слышу от многих, криптовалюта это инвестиционный инструмент, криптовалюта это платежное средство. Нет. Это все как следствие. А основная идея, почему американцы начали принимать биткоин для себя, они не понимали, где сохранить деньги. Ну то есть где их сохранить? В чем? Потому что в один момент деньги начали в один день обесцениваться. Потому что ФРС выпустила огромную миссию денег, произошла гиперинфляция, и люди, у которых было большое количество денег, они поняли, что у них денег не так уж и много. Они обесценились. Не от их, так сказать, усилий и их действий. И биткоин как раз таки рассматривалась как форма частных денег. То есть это частные деньги, у которых нет хозяина. И изначально, как сказал Юлий, туда была заложена идея децентрализации. Что такое децентрализация? Это когда отсутствует единый эмиссионный центр управления. То есть в банковской системе у нас присутствует единый эмиссионный центр управления. И вот биткоин был создан как форма частных денег, в которых можно сохранить свой капитал, на который не сможет повлиять государство или какой-либо централизованный орган. Вообще во всем мире. И началось это в Америке. Соответственно, доллар, то есть биткоин не привязывался к доллару. Его закупали, когда люди, они понимали, что эмиссия ограничена. И это равносильно тому, что по количеству монет, это вот сколько стульев есть в этом зале, все, больше людей сюда не зайдет. Понимаете? И люди начали это все скупать. И, соответственно, биткоин, он там первый год, с 2008 года по 2012 год, он там поднимался до 300 долларов, потом падал до 1 цента. Было такое, представляете? То есть люди закупают биткоин, он поднимается до 300 долларов, они покупают по 300 долларов и на следующий день он стоит 1 цент. Представляете? Ну, это просто джекпот во много. В тысячи раз, в тысячи раз. Но самое главное, знаете, здесь была идеологическая часть, поэтому американцы, которые покупали биткоин, они искали пути выхода. То есть они понимали, что определенная группа людей в Америке, это люди, которые с деньгами, они начинают пользоваться биткоином, они его скупают. И, соответственно, нужно это расширять. И выбрали тогда путь, соответственно, куда? На Китай. И, что очень немаловажно, в 2011 году был проведен впервые аудит Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. И тогда выяснилось, что в период вот этот с 2008 по 2011 год ФРС напечатали дополнительно 16 триллионов долларов США. Просто выпустили. Как вы думаете, куда они пошли? Вот эти 16 триллионов из них, часть миллиардов получил кто? Лейман Банк, Джипи Морган. Это как раз там было около 12 банков, и это были также европейские банки. Они, соответственно, получили вот эту всю эмиссию, и об этом даже не знало правительство Соединенных Штатов. То есть деньги обесценивались. И американцы пошли на то, чтобы расширять эту индустрию, то есть спрос повышать на биткоин, они пошли на Китай. Это люди были с хорошими деньгами. И, соответственно, когда они прибыли в Китай и начали там все это развивать, Китай не очень радужно это принял. То есть какая-то частная форма денег. Китай у нас построен до сих пор на коммунизме, да, кто знает. И, соответственно, там не очень правительство принимало что-то чужое. Что-то, что правительство не сможет контролировать. И, соответственно, вот эта попытка выхода на китайский рынок, она тоже сколохнула. Сам биткоин, он отыграл свои позиции, но потом он снова вернулся с 300 долларов до 50. Но были такие знаменитые, знаете, братья Уинквилдцы, которые спорили там за создание фейсбука, да, и отсудили деньги у создателя фейсбука. Соответственно, они были первые, кто проинвестировали большие суммы, миллионы долларов в биткоин. То есть не просто поменяли форму денег. И они это понимали, они это сделали, и, соответственно, об этом не пожалели ни на грамм. Несмотря на то, что после того, как они это сделали, оно все падало в цене. И 2014 год, он был, знаете, такой переломным. Когда китайцы, они такие, народ очень умный, они осознали, что особо развить, например, мы не сможем саму монету, а эмиссия уже принадлежит большинству граждан Америки, да, то, соответственно, что они сделали? Они начали выпускать майнинговое оборудование. То есть это такие процессы, кто знает, что такое, все знают, что такое блокчейн, и как происходит вообще эмиссия. То есть деньги у нас печатаются на денежном станке. Просто бумага, краска и погнали. Как производится криптовалюта, все знают? Расскажите. На самом деле все очень просто. Если у нас выступает в банковской системе эмиссионным центром сам банк, да, то есть у нас есть банк, он выпускает деньги, и, соответственно, эти деньги потом идут народу, да, и здесь все люди пользуются, здесь коммерческие банки, там и так далее, все здесь вместе. Вот так это работает. Это ФРС. Ну и в целом, как бы, любой центральный банк, любого государства. И здесь просто работает печатный станок. В криптовалюте это происходит немножко иначе. Криптовалюта чем идеальна, почему те же самые американцы поверили в криптовалюту, да, потому что у нее, как минимум, ограниченная эмиссия, на нее никто не может повлиять. То есть блокчейн, который разрабатывался с 1986 года, это, по-простому говоря, открытая бухгалтерская книга. По-умному ее называют распределенный реестр данных. Да, но по факту, если говорить по-простому, это книга, в которой хранится, я когда спросил у одного человека, у создателя криптовалюты, в чем ценность вообще крипты? Говорит, в истории, в сохранности истории происхождения каждой денежной единицы. Мы не знаем историю происхождения каждого рубля и каждой монеты напечатанной, так же самое доллара. А в криптовалюте это все хранится как раз таки в блокчейне. И блокчейн это, по факту, открытая бухгалтерская книга, в которой хранится какая информация? Например, прописано у нас по правилам, что биткоинов будет 21 миллион. 21 миллион. Из них добыто там уже 19 миллионов. Я точные цифры называть не буду, прям копейка в копейку, но чтобы было понятно. Что значит добыто? То есть, когда мы работаем через банк, и вы отправляете деньги с карты на карту кому-то, да? То есть, посредником в этом выступает сам банк. Например, Вася хочет отправить Коле какую-то денежную единицу. У Америки, кстати, биткоин приняли. Почему? Потому что это сыграло очень классную роль, когда очень много приезжих, так сказать, как их называют? Гастарбайтеры? Мигранты. Мигранты, я извиняюсь. Мигранты, они приезжали работать, им нужно было деньги отправлять на родину. Комиссии были огромные. И, кстати, вот эти вот мигранты, они приняли тоже биткоина. То есть, они начали использовать это как средство, потому что у него есть мобильность капитала. То есть, когда через банк это делается, Вася хочет отправить Коле деньги. Деньги находятся у банка. И банк подтверждает эту операцию, соответственно, причисляет деньги отсюда, вот сюда. То есть, меняет пользователя. И за то, что банк выполняет эту функцию гаранта, так как это электронные данные, их можно скопировать, правильно? Чтобы не было процесса двойной траты. Что такое двойная трата? Это когда есть одна тысяча рублей, ее отправили десятерым людям по тысяче. Все это электронные данные, их можно скопировать. Чтобы не происходило этого, банк выполняет функцию гаранта. И он следит за этим всем и контролирует. И за это банк берет процент. Комиссию. Еще может ограничивать вас в сумме перевода. Как происходит в биткоине? Ну и вообще в криптовалюте мы будем брать сейчас за основу биткоин, которая работает на алгоритме блокчейна Proof of Work. То есть, это доказательство работы. И в чем выражается это доказательство работы? Когда кто-то кому-то хочет отправить. Но есть такое понятие, как базовая цель, о технических составляющих. Наверное, можно будет поговорить более детально потом с теми, кто хочет в это вникнуть. Но базовая цель это по факту то, к чему стремится сама система. То есть, в биткоине это составляет 10 минут. То есть, каждые 10 минут генерируется ячейка. То есть, в блокчейне и на языке криптовалютчиков это называется блок. Это ячейка, в которой хранится информация за вот эти 10 минут. То есть, все транзакции, которые прошли за 10 минут, они хранятся, информация о них хранится в этой ячейке. И если вот транзакция за эти 10 минут проходит какая-то, да, то есть, что делается? То есть, ячейка формируется независимо от того, прошла она или не прошла там транзакция. То есть, сформировался блок и все, каждые 10 минут. Когда кто-то кому-то отправляет, подтверждают транзакцию майнеры своим оборудованием. То есть, они являются банком. Они именно те люди, которые исключают вопрос двойной траты. И они записывают информацию в блокчейн. Это делается автоматически, делается это программой, да, то есть, майнинговым оборудованием. Они это делают. И они записывают эту информацию. И вот, когда, например, Вася переводит Коле один биткоин, майнер что делает? Он проверяет в бухгалтерской книге, а соответствует ли информация тому, что у Васи есть один биткоин. Откуда он взялся? Есть ли запись об этом в блокчейне? Да, есть. Он фиксирует, что больше у него нет биткоина, а теперь он принадлежит Коле. И об этом хранится информация в этой ячейке. За то, что майнер это сделал, он получает как банк комиссию. Тоже принцип. Но дополнительно за генерацию этого блока он получает с эмиссии 21 миллиона, он себе печатает часть биткоинов. Он получает процент эмиссии. Вот за что получают майнеры биткоины. Здесь понятно? И чтобы было понятно, чтобы избежать гиперинфляции, если денежный станок у нас в ФРС печатается на всю, то в биткоине непосредственно, как и в любой другой криптовалюте децентрализованной, то есть есть такой процесс, который создан для того, чтобы избежать гиперинфляции, инфляционных вообще всех этих процессов впоследствии. Сложность добычи. И чтобы Вы понимали, в первые года, в первые дни, когда добывался биткоин, то есть там добывались тысячи биткоинов за сутки. Тысячи. Сейчас добывается за один вот такой вот блок созданный 6,25 биткоина из оставшихся двух недобытых. И соответственно в сутки там добывается около 900 биткоинов. Дальше будет все меньше, меньше, меньше. Именно поэтому вот этот 21 миллион биткоинов будет добываться до 2145 года. То есть вот так происходит процесс печати монет, криптовалюты в сети. Но что интересно, когда этот кризис произошел, биткоин приняли в Америке, потом, соответственно, сделали так, что биткоин покупают по всему миру, так же самое, как и доллар. И соответственно, эта американская валюта пользуется спросом во всем мире. Но что произошло в 2014 году? В 2014 году, в 2013-2014 году, китайцы начали из-за сложности вот этой добычи, то есть что биткоинов меньше начинает добываться, конкуренция растет, соответственно, китайцы начали выпускать что? То есть это большие компьютеры. То есть изначально, чтобы подтверждать вот эту транзакцию, достаточно было одного компьютера, в котором есть видеокарта. И люди прямо дома печатали эти биткоины, подтверждали эти транзакции, относились к игровой какой-то валюте, которые, ну, простые люди дома, которые сидели, не вникали в процесс вообще денег, как это устроено. Они печатали это на домашнем компьютере, и чтобы потом печатать, не терять эту доходность, в монетах, не в долларах. То есть идея была владеть долей рынка. Не то, что даже долей рынка, а долей эмиссии. И, соответственно, китайцы начали выпускать оборудование, которое по сей день они продают. То есть они стали монополистами в области криптовалютного оборудования, майнингового оборудования, в котором вот так вот просто сотни вот этих вот там видеокарт, десятки в одном оборудовании. И, соответственно, потом с выпуском этого всего, после этого, чтобы добывать биткоин, видели, заводы целые строят. То есть прям некоторые люди, у меня в Тюмени человек пришел, говорит, мы предприятие там арендовали, за отопление очень дорого платить, мы решили вот поставить майнинговое оборудование и отапливать им помещение. Я такой, думаю, блин, круто. Ну вот люди просто, кто-то это использует как форму частных денег, как форму сохранения своего капитала, да, еще что-то. А кто-то это использует как просто батарею, ну, чтобы отопить помещение. Так дешевле. Вот. И потом начали в Китае появляться крупные пулы. Да, то есть это один человек берет и забирает на себя мощности абсолютно, ну, он может собирать их со всего мира. Все объединяются в этот пул и печатают вот эти биткоины. То есть в 2014-2013 году было понятно, что в биткоине идеологическая составляющая децентрализации, она была нарушена. То есть все. Группа, определенная группа людей контролирует процессы вот здесь. И уже тогда стало понятно, что в биткоине возможно, что делать? Блокировать транзакции. Слышали часто, да, в голове не укладывается там, в ФБР арестовали биткоины. В ФБР там арестовали еще что-то там. Даже в Москве у нас уже новости были там. МВД арестовали там какую-то криптовалюту. Ну, это как бы, а как, если это децентрализовано? И вот в биткоине появилась такая возможность, соответственно, да, то есть в 2014 году уже было понятно, что это становится централизованным управлением. И все эти принципы, они нарушены. Они ушли из криптовалюты, из биткоина. И, соответственно, криптовалюта с этого момента начала превращаться во что? В спекулятивный инструмент для большинства обывателей. Именно с 2014-2015 года начали штамповаться криптовалюты, как я не знаю что. Да, то есть их начало появляться все больше и больше и больше. Государства с этим боролись, потому что что значит частная форма денег. То есть мы не сможем это отобрать, мы не сможем на это повлиять. И, соответственно, те же самые ФРС, когда узнали, что основные продвиженцы криптовалюты биткоина собираются уходить на Китай, они запереживали, что американцы ФРС вообще не сможет это контролировать. И какая началась кампания в 2012 году, если обратимся к новостным источникам, тогда это все классно, в интернете можно все найти. Само правительство начало, Соединенных Штатов Америки, начало поддерживать и продвигать идеологию биткоина. Концепцию вообще биткоина. Начались громкие судебные процессы, об этом печатали во всех газетах. То есть все больше и больше американцев узнавали о биткоине. И по факту американцы начали этим пользоваться. А потом это все закинули нам. В Европе, России, да, и у нас очень от многих людей, слушаем, надо покупать биткоин, надо покупать. Но американцам хорошо и заметили, что очень часто, да, на что реагирует биткоин? На политические заявления и финансовые новости от ФРС и от правительства США. То есть по факту они играют просто, любую новость выпускают, криптовалюта, выпустили другую, она вниз. То есть они контролируют не только эмиссию, но они контролируют вообще составляющую ценообразования на рынке. Можно ли сказать, что эта форма частных денег, она исполняет ту функцию, которая в нее была заложена изначально? Конечно же нет. Потому что принципы этой децентрализации, они лишены. Поэтому с 2015 года очень большая благодарность Юрию Майорову, который осознал вот эти все процессы более глубоко. Очень умный человек, да. Он именно нам подарил то, что мы с вами видим сейчас на экране, то, о чем мы с вами говорим, криптовалюту призм. То есть он учел все ошибки биткоина. Естественно, была целая команда разработчиков. Юрий просто более публичный, которого знают, да. Большинство разработчиков неизвестны. То есть он учел все ошибки биткоина. И с 2014-2015 года началась разработка именно криптовалюты призм. Разрабатывалась до 2017 года, и эта валюта была создана в России. То есть по факту биткоин – это Америка. Монета эфириум свое начало было положено также в Соединенных Штатах Америки, но там был провал. И Виталик Бутерин, создатель вроде бы русский, но запуск сделал в Европе. Эфириум по факту европейская валюта. А призм – это российская форма частных денег. Российская криптовалюта. Я, скажу честно, ну то есть вот я хочу развивать не только из-за идеологической составляющей, а больше доверяю как бы не тому, что вот здесь вот, а то, что более бесконтрольно, да, и то, на что я могу влиять в плане даже не ценообразования, да, а в плане самого развития. То есть я могу, приложив свои собственные усилия, развивать свою форму частных денег, так, как мне хочется, как это может делать каждый присутствующий из вас в зале. То есть в призм нет единого эмиссионного центра управления. И все эти процессы, они цикличны. Кто слышал, что сейчас в Америке посыпались банки? В Соединенных Штатах начали сыпаться крупные банки. Чейз – самый крупный банк. Как думаете, кому он принадлежит? Дж.П. Морган. Это один из основателей. В доме Дж.П. Моргана на острове Джекклс проходило как раз-таки закрытое собрание, в котором обсуждалось создание ФРС. Соответственно, посыпались они, и посыпалось еще два банка. И сейчас ипотечные организации вслед за ним идут. То есть сейчас проходит то, что происходило в 2008 году. И бум криптовалютный, он был именно тогда, он начался, да, и пошло это развитие. Сейчас все это циклично, как-то заденут экономику. То есть уже то, что банки в США начали сыпаться, уже это оказало влияние на европейский рынок. То есть уже все пошло вниз в Европе, на рынке. Затронет ли это Россия? Очень часто говорят, что да, Россия сейчас уходит от доллара. Да, Россия пытается уходить от доллара, это больше политические какие-то процессы. Но затронет ли это Россию? Да, затронет. Потому что когда кризис происходит в США и в Европе, и независимо от того, что мы уходим от доллара, то есть по факту произойдет этот кризис, повлияет на ценообразование, на энергоресурсы. Что является одним из основных источников образования, формирования и развития вообще экономики нашей с вами страны. Поэтому кризис этот начинается только, затянет, насколько он будет долгим и длительным, никто не знает. То есть я не Ванга, предсказывать ничего не буду, говорю просто факты. И соответственно, государства вообще, они с этой формой частных денег всегда боролись. И так как у нас в 2008 году была первая криптовалюта, в 2014 году кто-то сядет за компьютером? Мне надо открыть CoinMarketCap. Сядь. То есть в 2008 году Bitcoin начал свое развитие в Соединенных Штатах Америки, потом Китай и потом пошли, соответственно, другие страны. Наши страны заявляли о том, что криптовалюта – это плохо, естественно, частная форма денег – это нехорошо. В новостях часто звучали пирамиды, не пирамиды. Но, как мы с вами видим на экране, это CoinMarketCap – это мировой аналитический ресурс, который показывает капитализацию по факту всей криптовалюты в мире. И здесь мы с вами на экране видим, что криптовалют на сегодняшний день уже 23 тысячи 11 криптовалют. Представляете, с одной, с 2008 года их стало 23 тысячи. Капитализация этого рынка – 1,1 триллиона долларов США. То есть насколько это серьезный рынок. И, соответственно, суточный оборот у нас составляет 24 часа – это 31 миллиард долларов. Можно ли сказать, что это большие деньги? Да, это большие деньги, это большой рынок. Но еще раз повторюсь, с 2014 года криптовалюту начали воспринимать как спекулятивный инструмент, чтобы просто на этом заработать. Но идея не в том, чтобы зарабатывать на криптовалюте. И идея совсем в другом. Конечно же, каждый может использовать так же самое, как и деньги, как инвестиционный инструмент, как сохранение, еще что-то, третье-десятое. Но к чему веду? Все страны говорили, что криптовалюта – это плохо, но почему-то у нас в 2021 году в России был принят 259-й федеральный закон. Кто-то слышал о нем? Это закон о цифровых финансовых активах, который по факту легализует криптовалюту. То есть, этим законом государство говорит, что криптовалюта – это хорошо, мы согласны, но платите нам с этого налоги. Если не можешь победить, нужно что сделать? Возглавить. В США не смогли победить биткоин, его возглавили. Соответственно, в России не могут победить криптовалюту, ее пытаются обуздать. И, соответственно, 259-й федеральный закон – это лишь было начало в 2021 году. У нас в этом году, в мае месяце запускается крипторубль. И этот крипторубль, он не только в России, то есть, первый, кто выпустили криптовалюту государственную – это Китай, криптоюань у них уже ходит, и еще 186 стран мира, которые сейчас выпускают цифровую внутреннюю валюту государственную. То есть, у нас мир оцифровывается. Хотите, вы не хотите, вы будете пользоваться. Только есть две формы денег. Есть форма денег государственная. А есть форма денег частная. Вот этим все будут пользоваться неизбежно. И это будет крипта. Только централизованная. А вот здесь – это тоже крипта. Только не поддающаяся контролю. Понимаете разницу, да? Контролю в каком плане? Что эту форму частных денег здесь может печатать только государство. Здесь печатать частные деньги можете также вы. Не так же, а только люди, да? То есть, государство само, оно тоже может печатать, но в виде какого-то человека, который там начнет производство через майнинговое оборудование. В общем, это все легализуется, это все развивается, а цифровка сейчас, она происходит во всем мире. Очень часто я слышал о том, что криптовалюта должна стать платежным средством. И именно то, что биткоин стал платежным средством, то есть, это рынок первый, который был, захватил биткоин, продажа наркотиков, оружия и проституции. Говорят, якобы благодаря этому биткоин вырос, и сейчас он пользуется спросом по всему миру, потому что он является платежным средством. Кто так считает? Из тех, кто знает криптовалюту, как вы думаете, является ли это основным фундаментальным, полагающим таким фактом, который влияет на ценообразование, вообще на ценность той или иной крипты? Чтобы вы понимали, в 2011-12 году, когда криптовалюта биткоин набирала обороты, из всех ее транзакций, которые происходили в сети, лишь 4% являлись средством платежа. То есть, направлено на то, что оплата какого-то товара или услуги, 4%. В 2019-м году проводили исследование в России, также это публиковали новость на РБК, новости крипто. И выяснили, что в 2019-м году, когда был бунт на рост биткоина в цене, он поднимался до 20 тысяч долларов, там 27. Как вы думаете, какая доля транзакций проходила как платежное средство? Из всех транзакций. 1,5% из всех существующих транзакций в сутки. Лишь 1,5% являлись платежным средством. Это приблизительные данные. Даже если варьироваться от 1,5 до 2, то вы понимаете, что функционал криптовалюта совсем другое. И это не так, как предприниматель понимает, что есть группа людей, миллион человек, у которых есть своя форма денег, частная, не государственная. И я как предприниматель понимаю, блин, а как мне эту аудиторию заполучить? А мне нужно давать им товары и услуги, принимая в обмен их частные деньги. И вот тогда бизнесу становится интересна та или иная форма денег. Криптовалют появляется много, но какая криптовалюта победит вообще в целом во всем мире? По факту мы можем сделать так, что криптовалюта призму станет известной во всем мире. И будет именно она приниматься как платежные средства, как средства сохранения и так далее. Но для всего этого необходимо сообщество. То есть из 23 тысяч видов криптовалют победит только та криптовалюта, в которой не технические составляющие круче, а у которых больше сообщества. Доллар победил, потому что им пользуется весь мир. Все очень просто. В криптовалюте то же самое. Поэтому, конечно, формирование сообщества очень важно. Но если мы возьмем внимание тот факт, что у нас население в России 140 миллионов, даже больше, то можем ли мы это сделать? Но здесь очень много экономических обоснований вообще для ценности криптовалюты призма, о которых мы с вами сейчас поговорим. Сейчас буду рассказывать непосредственно саму экономическую обоснованность криптовалюты.